Здравствуйте, дорогие люди! Нам надоело молчать об этом, надоело терпеть, надоело терять своих товарищей в бою. Мы подразделение разведрубки полка 13-7 6-й дивизии, которое полгода воюет на бахминском направлении, без отпусков, без выездов, без ротации, с редким пополнением нас с неподготовленным личным составом по тракту. И это уже второй штат роты пополнил. Из-за преступных действий командования, из-за преступных приказов, мы несем такие потери. Из-за бездумных действий нашего командования, мы несем тяжелые потери. Двухсотых-трехсотых наше командование заставляет бросать, не дает вытаскивать. Трупы валяются на нуле, трехсотые пацаны вытекают кровью, их не эвакуируют на нуле или в районе соприкосновения с противником. Поступают преступные приказы. Под страхом смерти признать остатки людей, угрожать им оружием, угрожать расправой. Гнать их вперед на позиции. Обуславливают это тем, что если вы их не будете гнать на позиции, то мы будем расправляться с вами. Мы не военные преступники. Своих товарищей, как они говорят, обгумлять, угрожать. Мы не собираемся. И выполнять преступные приказы мы не собираемся. Остались силовые подразведения, которые бездумно гонят шумовые группы. Которые без ад поддержки. Без помощи, без поддержки стрелковой. Без ад обеспечения БК. БК гонят вперед. Просто расходуя весь полк. И соседние подразделения. Также заставляют гнать людей из соседних подразделений. Заставляют также их гнать под страхом смерти. Угрожать оружием. Людей, которые отказываются выполнять данные приказы. Угрожают расстрелять, обнулить, посадить в яму, навести артиллерию на наши позиции. Командование не обладает обстановкой от слова полностью. Они не знают, что происходит у них на направлении, на их зоне ответственности. Где какие подразделения находятся. Где какие люди. Связи нет. С подразделениями, которые находятся. Наша артиллерия иногда наводится на наших же позициях, на которых сидят русские солдаты.